Дорогие друзья, уважаемые читатели, 18 февраля мы отмечаем 79-ю годовщину освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Помнить время тяжелых испытаний, которые выпали на долю нашего народа, мы должны. Война воинов, героев, отстоявших мир для нас ныне живущих. Летом 1942 года война пришла на Кавказ. Основные силы врага пытались отрезать нашу армию и население Центральной части России от нефтяных и хлебных районов. 6 августа фашисты захватили Армавир. От 9-го подвижные части противника ворвались в Майкоп. Гитлеровцы установили на захваченных территориях террористический режим с опорой на предателей, доносчиков, с арестами, пытками и расстрелами мирных людей. В Майкопе фашистские оккупационные власти создали особую карательную группу. Они превратили Майкоп в чудовищные застены гестапо. Здания, которые были захвачены, они переделали в тюрьмы и наполнили их ни в чем не поведенными людьми. Каждую ночь десятками вывозили за город свои жертвы фашисты, где их расстреливали. За полгода оккупации богатая некогда область была полностью разорена. Погибло около 4 тысяч человек. В ответ на задание фашистов стало развиваться партизанское движение. На территории Северного Кавказа было создано 188 партизанских отрядов, в которых насчитывалось около 11 тысяч человек. Столкновения партизан и фашистов начались буквально с первых дней оккупации. Уже 17 и 19 августа 1942 года майкопский партизанский отряд, который назывался Народные мстители, подбил в медвежьи балки две легковые, одну грузовую вражеские машины, уничтожил 40 немецких солдат и офицеров, захватил два пулемета и автоматы. По словам очевидцев, в партизаны записывались и стар, и млад. Единственное, что не хватало им, это оружие, которое они добывали в бою. Активную деятельность в Макошевском лесу развернул партизанский отряд Кашихабальского района. В сентябре участвовал нападение на немецкий гарнизон в станице Баракаевской. После этого немцы прочесывали лес вокруг станицы, но в сам лес войти не решились. Партизаны организовывали засады небольшими боевыми группами и уничтожали фашистские обвозы, технику, затрудняли передвижение врага по дорогам Адыгеи. Активность партизан привлекла внимание фашистского командования к Макошевскому лесу. В район было направлено несколько карательных экспедиций. Гитлеровцы применили против партизан крупные войсковые подразделения. И хотя партизанское движение понесло большие потери, окончательно покончить с партизанами фашистам не удалось. О том, как развивались события, о партизанском движении, о времени оккупации, о наших героях, вы можете узнать со страниц книг, которые представлены на нашей выставке «Книги боителей, книги солдаты».